Что касается практики 2017 года, то здесь на самом деле возник очень интересный вопрос. Дело в том, что отдельные специалисты обратили внимание на дело с МИКРУС, и реквизиты его вы видите, можете на это дело посмотреть в картотеке судебных решений. И специалисты обратили внимание, потому что в судебных актах по данному делу содержался вывод о том, что передача неотделимых улучшений без компенсации не облагается НДС. Но здесь на самом деле, как оказалось, не все однозначно, потому что действительно в постановлениях апелляции и касации по данному делу этот вывод содержится. И можно было бы сказать, что несмотря на определенный отрицательный тренд по разрешению споров, в общем, окончательно практика не сформировалась. Однако, если же обратить внимание на содержание решения арбитражного суда города Москвы, то можно увидеть, что арбитражный суд города Москвы в данном деле, он признал законным доначисление НДС по безвозмездно переданным неотделимым улучшениям. Более того, и апелляция, и касация не пересматривали решения арбитражного суда города Москвы. Встает вопрос, почему возникло такое противоречие. Скорее всего, это связано с тем, что и апелляция, и касация просто-напросто изложили позицию налогоплательщика. Однако в тексте закона об этом четко не указали. И поэтому возникло впечатление, что это позиция суда. Хотя на самом деле это просто-напросто изложение позиции налогоплательщика. И вот это мое предположение, оно подтверждается определением судьи Верховного суда по данному делу. И в этом определении прямо указывается на то, что при безвозмездной передаче неотделимых улучшений возникает объект обложения НДС. Таким образом, на самом деле в 2017 году практики в пользу необложения безвозмездно переданных улучшений нет. Ну, конечно, здесь можно как-то смягчить этот вывод и сказать, что не обнаружено, возможно, что-то есть. Но я все-таки полагаю, что никто положительной практики не найдет. Более того, я обращаю внимание на то, что и практика Московского округа, она, по сути дела, изменилась. То есть изменяется. То есть вы помните, да, я приводил пример решения 2016 года, в котором суд касации по Московскому округу указывал на то, что объект обложения не возникает. Вместе с тем уже в практике 2017 года, по-моему, в двух уже постановлениях. И в том числе, я полагаю, что и дело СМИК, СМИК-РУС, это тоже из этой сферы, в общем, указывает на то, что операции по передаче неотделимых улучшений, несмотря на то, что такая передача не компенсируется, вот эти операции облагаются НДС.